В конце зимы 1945-1946 года в городе Богодухове была найдена двухмесячная девочка, определенная в детский дом. Фамилию Русланова дала ей инспектор детских домов Харьковской области. Сама Нина ее не выбирала. Впрочем, как и отчество Ивановна, которое ей дали в детдоме. Сама Нина Ивановна вспоминает этот эпизод. Это уже потом ей стало нравиться. Как поет советская певица Лидия Русланова, день рождения, 5 декабря 1945 года, среда, выбрала также сама, поскольку в СССР это был выходной день. День Сталинской Конституции, в который устраивались импровизированные концерты и в детском доме относительно вкусно кормили. До своего совершеннолетия Нина Русланова сменила пять детских домов в Харьковской области. Окончила строительное училище по специальности. Штукатур. Затем поступила в Харьковский театральный институт, где проучилась один курс, уехав из Харькова в Москву. Поступила и в 1969 году окончила театральное училище им. Б. В. Щукина. Курс В. К. Львовы вместе с Л. А. Филатовым. А. Л. Кайдановским. Б. С. Галкиным. В. А. Кочаном. И. В. Дыховичным. А. А. Вертинской. С 1969 года. Актриса театра имени Е. Б. Вахтангова. В 1985. В 1988 году. Театр имени В. Маяковского. Снимается в кино с 1967 года. Первая роль. Надежда в фильме Киры Муратовой. Короткие встречи. С 1988 года. Актриса Кэста им. М. Горького. Семья. Дочь Алисе. Р. 1976. Внук Костя. Р.